АПЛОДИСМЕНТЫ 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 После упадка Скифского государства в землях современной Украины начинают формироваться племенные военные союзы. Одним таким мощным союзом был союз племен, известный как Союз Антол. Это был союз славянских племен. Этот союз возглавлял король Бож в 319-375 г. н. э. Историк Михаил Грушевский называет Божа не королем, а главой большого племени Антол, или скорее нескольких племен, а рядом с ним выступает большое количество старейшин, начальников или руководителей родов Антол. В 374 г. н. э. гуны оккупировали Антол, и гуннский царь Баланбер убил Божа. С тех пор в землях современной Украины начались времена гунов, действовавшие объединенно со славянскими племенами Антов. Эти племена все время нападают на Византию и Рим и привели эту империю к гибели. В 441 г. до н. э. гуны и анты под руководством королей Антилы и Бледа захватили большую часть византийской провинции Иллирии и осели там. Так на Балканах появились славянские народы. Процесс славянизации Балкан продолжался до 7-8 в. н. э. Одним из участников таких походов за Дунай был основатель Киева, князь племени Полян Кий, живший в 575-641 г. н. э. Повесть временных лет сообщает «Но этот Кий княжил в роде своем и ходил к царю, которого не знаю, но только знаю то, как рассказывают, что большую честь имел от царя, которого не знаю и при котором приходили цари. Идя назад, пришел Кий к Дунаю и облюбовал место и срубил городок маленький и хотел сесть с родом своим. Не дали ему те, которые жили поблизости и по сей день называют придунайские жители город Киевец. Кий же пришел в свой город Киев, тут кончил жизнь свою». В Западной Европе на рубеже VI-VII в. возник славянский абодритский военный союз. Это было объединение западных славян. Были в союзе племена Бодричи, Лютычи и другие. Название союза происходит от названия реки Одра, т.е. живущие возле нее. Первым известным князем абодритов был Вишан, правивший в 729-795 годах н.э. Абодритскими руководителями были также князья Саломир, Чудрох, Гастамыс. Абодриты в то время контролировали всю Балтику и распространяли свое влияние на другие народы. Абодриты на лодках отбыли из города Старгорода и основали город Новгород, которым правил король Готфрид в 862-879 г. н.э., который на языке данном именовался Рюриком, сыном которого был наш князь Вещий Олег. С 1615 года шведские короли начали в Европе пропаганду о шведском происхождении Рюрика. Немецкие историки и специалисты по генеалогии Фредрих Хеймитц и Латом Бердхарт установили, что Рюрик жил примерно возле 840 года н.э. был сыном Абодритского князя Вотлиба, убитого датчанами в 808 г. То же самое подтвердил и исследователь Йоанн Хюбнер в генеалогических таблицах 1725 г. Он вывел династию Рюрика от Венда Абодритских королей, которые примерно в 840 г. н.э. с братьями Сеневусом и Тругором пришли в Русь. А в 1753 г. немец Бугольц на основании материалов исследований доказал генеалогию Венда Абодритских князей, где также выводит происхождение Рюрика от Абодритского князя Вотлиба. Славянские племена Антов и Абодритов оказали большое влияние на восстановление государственности на землях Скифии и создали государство Русь. Происхождение нашего государства Русь, а сегодня Украины, не имеет ничего общего с происхождением современной России. Наше государство – это наследие прославянских народов Скифии и славянских народов Европы. Происхождение